Один год и 10 месяцев Владимир Путин не обращался с посланиями к нижней и верхней палатам российского парламента. За это время в политической, экономической, общественной среде накопилось много ожиданий относительно речи президента. А учитывая новый виток украинского кризиса, граждане и, в общем-то, международное сообщество еще больше ждали заявлений Владимира Путина. И он об этих ожиданиях явно знал. Российский президент, едва появившись у трибуны здесь, в гостином дворе в центре Москвы, сразу же заявил, что выступает с посланием, цитата, «в сложное, рубежное для государства время». И одной из главных новостей этого обращения российского лидера стало, конечно, заявление о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных, то есть ядерных вооружениях. Заявляя об этом, Владимир Путин напомнил, что подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство в России новых стратегических комплексов наземного базирования и о том, что в начале февраля НАТО потребовало от России допустить западных военных для инспекции новых и прежних ядерных комплексов России. И вот, что Владимир Путин ответил Западу и США в частности, ведь, как сказал российский президент, Вашингтон задумывается о, цитата, «натуральном испытании ядерного оружия». Такая информация у Москвы уже есть. Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, повторю, не выходит из договора. Нет. А именно приостанавливает свое участие. И не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки. Мы же знаем все подноготно и знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов в Соединённых Штатах. И в этой связи некоторые геители в Ушингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учётом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть. В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведём. До заявления по договору о СНВ Владимир Путин сообщил, что уровень оснащения сил ядерного сдерживания России на сегодня составляет более 91%. И, в общем-то, поддержка в тонусе ядерных сил России, по словам президента России, вынужденная мера, ответ на действия западных союзников во главе с Соединёнными Штатами. На один из фактов из американской внешней политики Путин особенно обратил внимание. На недавней конференции в Мюнхене звучали бесконечные обвинения в адрес России. Складывается впечатление, что это делалось лишь для того, чтобы все забыли, что натворил так называемый Запад за последние десятилетия. А это они выпустили джинны из бутылки. Целые регионы погрузили в хаос. По оценкам самих американских экспертов, в результате войн, хочу обратить на это внимание, не мы придумали эти цифры, американцы сами дают. В результате войн, который развязали США после 2001 года, погибло почти 900 тысяч человек. Более 38 миллионов стали беженцами. Конечно говоря о глобальной напряженности, в течение почти двух часов выступления Владимир Путин не единожды затронул тему западных экономических санкций. Президент России рассказал, что на все меры давления кабинет министров России реагировал, цитата, с колес. И экономика России, в общем-то, выдерживает удар. Много предыдущих лет в России говорили о важности структурных изменений экономической системы. А теперь в условиях украинского кризиса это по-настоящему жизненная необходимость для страны. Пушки вместо масла. Такой ситуации в России не будет, сказал Путин. В стране, по его словам, достаточно ресурсов и для обеспечения обороны страны, и для развития экономики. И занимать в долг Россия, к слову, тоже не собирается, сказал Владимир Путин. Нам предрекали, помните, спад экономики 20-25%, 10%. Совсем недавно мы говорили 2,9%, я говорил чуть позднее 2,5%. Валовый внутренний продукт в 2022 году снизился на 2,1%. Это самые свежие данные. При этом напомню, что ещё в феврале-марте прошлого года, как я уже сказал, предрекали нам просто обвал экономики. Российский бизнес перестроил логистику, укрепил связи с ответственными, предсказуемыми партнёрами. А таких много. В мире таких большинство. Отмечу, что доля российского рубля в наших международных расчётах по сравнению с декабрём 2021 года удвоилась и составила одну треть. А вместе с валютами дружественных стран это уже больше половины. Если говорить в целом о социально-экономической и общественной стабильности внутри России на текущий момент, то ожидаемо много Владимир Путин сказал о поддержке семей военнослужащих, о развитии системы образования, о необходимости соблюдения прав человека и избирательных прав. Как подчеркнул Путин, президентские выборы 2024 года, а российский ЦИК уже начал подготовку к ним, несмотря на все вызовы для России, должны состояться в строгом соответствии с законом. Но это 2024 год. Как собирается жить Россия в 2023, Путин, в общем-то, тоже объяснил в этом послании. И даже принял первое решение. По завершении своего выступления российский президент подписал указ, согласно которому Россия отказывается от внешнеполитического курса, утверждённого ещё в 2012 году. Времена и обстановка, очевидно, изменились. Дмитрий Масла, Кирилл Волков, Егор Кузнецов, Инна Минакова, CGTN, Россия, Москва.